Всем привет, с вами Актелек Капаров. Каждый год чиновники и депутаты обязаны отчитываться перед народом о своих доходах и расходах. Это называется декларация. Там должностные лица указывают, что у них есть. Недвижимость, машины, бизнес и так далее, и так далее. Но если кто-то из госслужащих не указал, либо забыл указать свое имущество, то бизнес – это уже нарушение закона и может послужить поводом для проверки со стороны соответствующих органов. По поводу декларации два года назад высказался и Хамчебек Ташиев. Давайте его послушаем. В этой хроме будет жить он. Никаких хромов он не будет жить, которые стоят миллион долларов. Этого я обеспечу. Ташиев говорит, что должностные лица будут жить ровно так, как это указано в декларации. Это фрагмент из недавнего интервью депутата Аклбека Тюменова. Он говорит, что живет в доме, который купил еще в 1996 году. Ну а наша команда решила проверить и его декларацию. Друзья, если вам нравится то, что мы делаем, то поддержите нашу команду в сервисе Patreon. Подпишитесь на наши аккаунты в соцсетях. Ставьте лайки, делитесь этим видео. А мы продолжаем. Итак, в декларации за 2021 год Аклбек Тюменбаев указал, что за год заработал чуть больше 300 тысяч сомов. Депутат также указал, что у него есть скот на несколько миллионов сомов. А у его близких родственников есть дом площадью почти 62 квадратных метра. Ну а что показывают открытые источники информации? Давайте посмотрим. Эта публикация появилась на сайте Назарнюс в сентябре прошлого года. Там Назарнюс пишет, что Аклбек Тюменбаев снес свои дома на улицах Ахунбаева и в Киргизии, и на их месте строит новые особняки. Но поскольку данный ресурс не указал конкретные адреса, мы решили посмотреть, действительно ли один из новых домов в Киргизии один принадлежит депутату или же его близким родственникам. И нашли один новый особняк с бассейном и прочими пристройками. По данным сайта Кадастра, владельцем этого дома числится Конокбаева Динара Капаровна. Но кто она? Смотрим. В соцсетях мы нашли ее аккаунт. Там Динара Конокбаева опубликовала фотографию вместе с женами старших братьев Аклбека Тюменбаева. Также у Конокбаева достаточно много фотографий с Аклбеком Тюменбаевым. И в комментариях под одним из таких публикаций Тюменбаева и Конокбаева позиционируют как мужа и жену. А эту фотографию Динара Конокбаева опубликовала в 2012 году. И подписывает Айдар и первое сентября. С помощью портала Тюменбаева мы нашли Тюменбаева Айдара Аклбековича. И Аклбек Тюменбаевич и Айдар Тюменбаев зарегистрированы на одном и том же избирательном участке. Ну а портал электронных услуг показывает, что Тюменбаев состоит в браке. Точно так же показывает и Динару Конокбаеву состоит в браке. Спутниковые снимки показывают, что этот особняк появился в 2022 году. Ну а годом ранее, точнее в 2021 году, на месте этого шикарного особняка стоял другой дом. Что тут может быть не так? Рассказываю и показываю. В декларации за 2021 год Тюменбаев указал, что у его близкого родственника есть дом площадью 61,9 квадратных метров. А это техническая характеристика недвижимости Динары Конокбаевы. И как вы видите, тут нигде нет точно такой квадратуры. Тут указаны 78,7 квадратных метров и 370,5 квадратных метров. И еще. Тюменбаев в своем интервью сообщает, что его дом был куплен в 1996 году. А этот дом, по данным того же кадастра, был куплен в 2006 году. И вот так мы приходим к выводу, что в декларации Тюменбаева за 2021 год указан другой дом. А дом Динары Конокбаева в Киргизии 1 не указан. Мы решили позвонить депутату Ахлубеку Тюменбаеву, чтобы взять у него комментарии. Но, к сожалению, нам не удалось до него дозвониться. Извините. Абонент в данный момент сыронит. Предоставление государственным или муниципальным служащим декларации об имуществе и доходах с недостоверными или неполными сведениями влечет наложение штрафа на физических лиц, должностных лиц в размере 50 расчетных показателей в соответствии с частью 2 статьи 438 Кодекса о правонарушениях. Уважаемые кыргызстанцы, несколькими месяцами ранее мы показали декларации депутатов Адахана Мадумарова и Ильдара Сулейманова. Ну а в сегодняшнем выпуске вы узнали о декларации за 2021 год Ахлубека Тюменбаева. Но перед законом все равны. С вами был Ахтилл Ахкапаров и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»